Я сейчас пою песню Которая еще не вышла и не издана Она даже еще не дописана Она сейчас в процессе записи В числе других песен нашего нового альбома Но поскольку Это антивоенная песня Поскольку такая ситуация Я вообще не люблю петь песни до того, как они вышли В альбомных версиях студийных Но иногда приходится это делать Песня называется «Прощай оружие» В небо пущены копья и стрелы Тот, кто был безрассудным и смелым Стал землей на века Это будет не страх и не бегство Плюнуть в черную пустоту Искалеченный праздник детства Утро вызовет Даши лагун Кто здесь за всем ответит Не знает даже ветер Ни лепостей в сюжете Не видел хуже я Земля не финновата Но я решил когда-то не быть ничьим солдатом Прощай оружие Прощай оружие Прощай оружие Зумная аль Мы словам не нужны Мы словам не нужны От любви остается зубная эмаль И глоток тишины Нескиваема боль натянутых струн Кто здесь сможет не петь Сколько пуль, чтобы перепахать этот грунт И в нем навек заржаветь Кто здесь за все в ответе Не знает даже ветер Нелепостей в сюжете Не видел хуже я Земля невиновата Но я решил когда-то не быть нищим солдатом Прощай, оружие! Дорога отчаяния под сапогами Солнце встает с другой стороны Мы между землей и небом пропали И этой войне ничего не должны Прощай, оружие! Прощай! Оружие! Прощай! — Браво! — Браво! — Браво! — Спасибо, друзей! Для нее, когда долго нет войны, государства становятся как бы вроде бы ненужными. Они даже просто мешают во многом нормальной жизни и развитию человеческого общества. Поэтому они этого допустить не могут, и время от времени они устраивают им просто это необходимо, какие-то военные конфликты. Сейчас песня, она называется Балифуско. Кто не помнит, напомню, что в знаменитой старинной книге «Путешествие Гулливера», когда он был в Лилипутии, на соседнем острове с Лилипутией находилась другая сверхдержава, она называлась Балифуско. И Лилипутия воевала много веков с Балифуско, и помириться они никак не могли. У них были совершенно непримиримые разногласия, не только территориальные, но еще, что самое страшное, идеологические. Потому что в Лилипутии яйца можно было разбивать только с тупого конца, а в Балифуско только с острова. Никак иначе, все другие обратные варианты считались ересью в одной и в другой стране. Поэтому они воевали просто так жестко, что даже когда Гулливер там оказался, он там, в принципе, вроде недолго пробыл, но ему пришлось поучаствовать в военных действиях. И, в общем, он еле оттуда ноги унес. И, на самом деле, именно Балифусканцы помогли Гулливеру смыться оттуда. Хотя, вроде бы, он им там нанес урон их флоту. Тем не менее, кто там из них был прав, кто виноват, это уже разобраться невозможно. И на нынешней современной карте земного шара нет ни одной, ни другой сверхдержавы. Видимо, все для них очень плохо это закончилось. К сожалению, эта сатирическая книга, написанная 300 лет назад, до сих пор остается очень актуальной, а в последнее время становится прямо даже зашкаливающе актуальной. Песня так называется «Балифуску». Славь империю, кровь или смертью, Во все концы рассылай концов. Пустись, узнают во всем белом свете, С какого конца разбито яйцо? Где тупой конец, где острый знает касты Лилибуд? И где тот самый поганый остров, Где все предатели живут? И никому не дадим мы спуску, Если надо, пойдем и уничтожим Балифуску. Покурь в стороне, украинец и русский, Весь лилибудья идет войной, Лилибудья идет войной на Балифуску. Лилибудья идет войной на Балифуску. Лилибудья идет войной на Балифуску. Время нельзя повернуть обратно А их успехи лишь миражи Но слово «враг» нам предельно понятно Там, за морем, точат ножи И мы не будем сомневаться В принятии самых жестких мер Нами будет не меняться Наше сверхоружение – Гулливер И никому не дадим мы сбуску Если надо, пойдем и уничтожим блефуску Покуни в стороне американец и русский Вверх лилипутия идёт войной На лилипутия идёт войной На блефуску Лилипутия идёт войной На блефуску На блефуску Аплодисменты Аплодисменты Редактор субтитров Т.Горелова